Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем изучать еженедельную главу Микец. Давайте мы немножко вспомним, где мы находимся, в какой части нашего повествования еженедельных глав. Потом мы поговорим о Йосифе и о его особенном даре разгадывания снов, который дал ему Всевышний. Поговорим вообще, что такое сны, как нам эти сны сегодня, как нам понимать сны, хорошо это, плохо ли это. Ну и, конечно, как всегда, извлечем полезные уроки для себя, потому что Тора – это не историческая книга. Хотя это, да, история, это и география, но больше всего это книга жизни, потому что каждый человек всегда, когда бы он не открыл страницы Торы и хотел бы там что-то почерпнуть для себя, он обязательно сделает это в любом поколении, в любом возрасте. Поэтому главная цель изучения Торы и всех этих исторических повествований – это чтобы мы извлекали уроки сегодня. Вот. Значит, немножко так вспомним, потому что у нас постоянно новые люди добавляются. Мы начали первую книгу Пятикнижья Моше, которая называется «Берейшит», или как ее по-гречески называют книга «Бытие». Вот. И мы видели, что Всевышний создал для людей райский сад, да, то есть сад наслаждения. Вот. То есть он создал такой маленький пример. Вся земля была безвидна и пуста, но маленький пример такой жизни, как он приготовил для людей. И он все им сказал, что там надо делать, да, наслаждение. Люди жили в наслаждении, ну, люди женились в наслаждении, детей воспитывали в наслаждении, трудились в наслаждении, возделывали сад, охраняли его. Все было с радостью, все было, вот, как Всевышний уготовил. Только единственное, Всевышний повелел какие-то запреты, да, которые он, ну, повелел не нарушать его запреты. Это то, что называется «древо познания добра и зла». Люди нарушили эти запреты. Вот. И, естественно, образ жизни изменился. Вот это наслаждение стало все больше и больше исчезать. И мы прямо видим, как изменился образ жизни человечества. Люди стали рожать в муках женщины, стали, да, зарабатывать стали в поте лица себе на хлеб. Ну, появилась ненависть, появилась вражда, появились грабежи и так далее, так далее, так далее. И Всевышний, естественно, наказал этот мир, потому что существует определенная система поощрений и наказаний. Ну, называется благословение или проклятие, да. Система, если человек живет по законам Всевышнего, Всевышний помогает ему. Если он живет против закона Всевышнего, естественно, с неба приходит наказание, потому что, если человек живет не по законам Всевышнего, так или иначе, он разрушает этот мир, он приносит другим много проблем. Конечно же, за это и приходит наказание. Вот. И мы видим, что люди вызвали наказание небес, то, что называлось вселенский потоп. И, в принципе, все человечество было уничтожено и спаслось всего восемь человек. Это семья человека по имени Ноаха, который так сказано, что Ноах был праведный человек на земле. То есть, единственный праведник в то время, который не нарушал запреты Бога. Это был человек по имени Ноах, и он спасся на вот этом корабле, ковчех, который называется. Спасся Ноах, его жена, трое его сыновей и их три жены. То есть, всего лишь восемь человек. Это все человечество, которое спаслось. Потом мы наблюдаем, что опять идет развитие долопоклонства, опять идет развитие язычества. И все заканчивается Вавилонской башней, обратно конфликтом со Всевышним. Когда люди сказали, мы построим этот мир сами, без тебя. Вот. И потом мы видим, как на арену выходит человек по имени Авраам, которого потом назвали еврей. Появилась национальность еврей. Вот. Который пошел против всех догматов и философий, язычества и долопоклонства культов того времени. И сказал, что есть один Бог, есть его законы, которые он постановил для всех людей, для всех народов, которые уже тогда появились. Вот. А мы помним, что в результате, когда Всевышний разделил языки людей, появились национальности. И вот от трех сыновей Ноха родилось 70 сыновей. То есть, это было 70 внуков Ноя. И появилось 70 народов. И Всевышний дал 7 законов и поставил свидетельством этого, как печать, поставил радугу, в которой есть 7 цветов. И так и сказал людям, вы будете видеть радугу, она будет напоминать вам о нашем с вами вечной договоренности. Вы не нарушаете 7 запретов, а я больше никогда не накажу вас потопом. Вот такая вот история, такое вот, как бы мы немножко предисловие вспомнили книга Барышит. Вот все, о чем мы говорили с первой главы. И что мы видим потом, когда Авраам выходит на арену, начинается восстановление идей монотеизма. Он, мало того, что он рожает детей и воспитывает их в духе монотеизма. Но еще и он набирает учеников из язычников, рассказывает им о едином Боге. И сказано, что он с Сарой приобретали множество душ и ставили их на пути Всевышнего. То есть, жить по заповедям Бога. И люди из язычества стали возвращаться в то, что называется вера во Всевышнего. Подтвержденное их образом жизни. Потому что, когда я, например, говорю вера во Всевышнего, то я имею в виду, это не просто, когда человек вот закроет глаза и он верит, что Бог есть. Это не совсем вера во Всевышнего. Вера во Всевышнего, это когда человек знает, что Бог есть. Он знает законы, он их изучает, он доверяет Богу. И он старается жить согласно вот этих законам. Вот такой человек называется верующий в Бога. Потому что каждый по-своему это понимает. И мы видим, как Авраам, Ицхак, Яков, вот то, что называется порождение вот этого поколения. Люди, которые несут вот этот монотеизм. Учат своих детей на основании этого. И мы вот говорили про нашего праотца Якова. Как он проходил испытания. Как он проходил всевозможные трудности. И само его имя Яков. Вот интересно еврейское написание. Там присутствует буква Ют и слово Экеф. И если разобраться, то в самом имени заложена как бы его божественная миссия, божественное предназначение. Вы знаете, вот каждое имя. Люди в сегодняшнем поколении редко об этом задумываются. Но имя ждается человеку не просто так. Потому что имя, оно что-то обозначает. Вот, например, мое имя Йосиф. И когда Рахель родила Йосифа, она сказала, да прибавит мне Бог другого сына. Да, и там есть идея умножения, а внутренний смысл. Комментаторы так говорят, что такое другого. Почему она не сказала второго, а другого. То есть он делает еще из другого, он делает сына. То есть это была вся суть Йосифа. Преображать все из всего, где он прикасался. Все везде наводить божественный порядок, божественное умножение. Мы как раз сейчас будем видеть это в наших главах. И также имя Яков. Вот эта буква Ют, она символизирует высшую точку замысла Всевышнего. Когда Всевышний створил землю, у него был определенный замысел. А Эйкев переводится как пятка. То есть это самый нижний уровень человека. Вот есть голова, есть рука, есть пятка. И это имя, оно описывает миссию про отца Якова, что божественный замысел необходимо поместить в самый, в самый, в самый низкий уровень материального мира. И когда он взял камень и поставил его, и сказал, из этого камня здесь будет дом Божий, здесь будет храм. И они с Всевышним договорились, как бы заключили личный договор. Такой Всевышний говорит, с этого момента я буду особенно хранить тебя, и я верну тебя обратно. И так далее, там многие вещи он сказал Якову. И Яков понял свою вот эту миссию, реализация высшего замысла в самом низу материального мира. И теперь в наших главах на арену выходит Йосиф, один из сыновей Якова, который является его преемником, который есть глава будущего поколения. Вот, и начинается его закалка, подготовка. Мы видим конфликт с братьями, мы видим трудности жизни в прошлой главе. Мы это все с вами, так более-менее, подробно говорили об этом. Он попадает в тюрьму, потом его пытается соблазнить жена его господина, а точнее наоборот, вначале она пытается его соблазнить. И из-за этого он попадает в тюрьму, сидит там 10 лет. То есть на голову человека, которого Всевышний выбрал для особенной какой-то миссии, выпадает большое количество испытаний. Это дает нам серьезные уроки. Мы говорили, что Яков захотел пожить спокойно, насколько вообще актуальна эта идея, в этом мире пожить спокойно. И что мы видим, что при этом всегда, при всех давлениях, при всех трудностях, всегда приходит Йосифу и Якову, всегда приходит помощь свыше. Так же? Вот, например, я немножко вам расскажу из еврейской традиции. Есть такое выражение, такое выражение «посланец заповеди». О чем это говорится? Когда один человек едет куда-то в другой город, то друзья что делают? Дают ему дздаку. И говорят, ты когда туда приедешь, то положишь дздаку там. В какую-нибудь синагогу придешь и положишь дздаку. Для чего это делается? Это они как бы ему дают помощь, чтобы его хранил Всевышний. Почему? Потому что когда он посланец заповеди, его послали передать в дздаку. Он едет в командировку. Но они так делают, говорят, вот передашь в дздаку. И получается, он уже не просто едет по работе, а он едет туда, как посланец, выполнить заповедь. И это дает ему особенная, дополнительная защиту Всевышнего. И мы видим, что вот эта вот идея, она присутствует во всех праотцах, и она присутствует вообще у каждого человека. Вот обратите внимание, есть два образа жизни, как люди выбирают себе жить. Одна такая модель, скажем так, поведения. Человек говорит, я нормальный человек, я никого не обижаю, я ни у кого не ворую. Я живу, как мне удобно. Я живу, как мне удобно. Если мне где-то тут уже неудобно, надо ради кого-то что-то сделать, что-то отдать от себя, время на кого-то потратить. Я на это не готов, я никому не лезу, ко мне, мне это некомфортно. Я живу, как я живу. Это одна позиция. Что такому человеку говорят с небес? Хорошо и живи, но когда у тебя какие-то есть трудности, и ради тебя никто напрягаться не будет. Твой сосед не напряжется, проходящие люди, друзья твои не напрягутся. Почему? Ну так как ты живешь, то так тебе тоже воздается. Поэтому все решает волей случай. Окажешься сильным, выживешь. Кто-то окажется сильнее тебя, ну не проси тогда помощи свыше, не ожидай тогда помощи по сторонам, не осуждай никого. Так как ты живешь, то точно так же живут люди вокруг тебя. Есть немножко другая идея. Человек понимает, что он пришел в этот мир, ну не просто так. Ну спасибо. И человек говорит, я задумываюсь, что есть какой-то замысел Всевышнего. Он хочет, чтобы на земле стали люди лучше жить. Но есть люди, которым не всегда это удается. Кто-то не понимает, до кого-то пока не дошло. Я могу им помочь, я могу поучаствовать в их жизни. Но для этого мне надо немножко напрячься. Мне надо потратить свое личное время на них. Мне надо потратить свой личный ресурс на них. Кого-то в больнице проведать. За кого-то дать какую-то сумму, что-то помочь, выручить. И человек напрягается. И почему? Он делает это как заповедь. Он как понимает замысел Всевышнего. И он это делает, напрягаясь. Вот обратите внимание, я когда-то такое понимание получил. Все жертвоприношения были, да, вся проливалась кровь. И мне такое понимание пришло. Жертва должна быть с кровью. Если ты хочешь что-то, ну, достичь, то ты должен пролить свою кровь. Ты должен напрячься. Если ты хочешь что-то кому-то помочь деньгами, тебе должно быть немножко жалко. Если тебе не жалко, значит, это ты дал то, что как подачка. Но если тебе немножко жалко, если ты потратил какое-то свое время, которое у тебя драгоценное, тебе немножко жалко, да, то вот так вот жертва должна быть с кровью. Поэтому если ты немножко напрягся, как на тебя реагируют небеса? Ну, когда тебе что-то надо, так же само вокруг тебя напрягаются. Так же вдруг откуда-то кто-то возникает, тебе помогает. Причем это не обязательно твои друзья. Где-то берутся посторонние люди, где-то что-то как-то происходит. Посмотрите, Иосиф, да, пошел искать братьев, встретил его некто. Сказано мудрецами, он специально там его ожидал, потому что знал, что Иосиф заблудится. Потому что братьев там уже не было. Всевышний послал ангела, чтобы он предупредил Иосифа. И так все время что-то, где-то, как-то тебе тоже сопутствует. А почему? Потому что тебе не безразлично. И небесам не безразлично. Ты сам запускаешь этот механизм. И Всевышний говорит. Ну, так же и сказано, да. Поступайте согласно моих законов, согласно моих законов. И будет у вас там то-то, 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 то-то. То есть на земле так оно работает. Такой какой-то вот есть порядок. Тем более, что мы можем дальше видеть, что кроме защиты, да, такому человеку даются какие-то необходимые инструменты, скажем так, для выполнения своего предназначения. Это может быть разные вещи. Каждому, что человеку надо для того, чтобы исполнить свое предназначение на земле, то то с неба ему и дают. Дают необходимые знакомства, необходимых друзей, необходимые ресурсы, необходимые дары. Всевышний все дает с небес. Главное, чтобы человек это мог уловить и захотеть, да, и захотеть выполнять вот эту свою миссию. Вот, например, когда мы говорим о Йосифе, да, почему на его голову пришли все вот эти вот испытания? Потому что это как исключительный для нас пример. Но когда мы тянемся к исключительному примеру, мы можем хотя бы какие-то такие простые уровни, то, что для нас доступно и реально, мы можем освоить, понимая какой-то вектор, да. Вот, например, смотрите, качество стойкости, насколько стойкий был Йосиф. Какие трудности только он не испытал. Вот мы на мужском уроке разбирали, ну, отец послал его к братьям. Большой конфликт. Йосиф знает, что братья к нему плохо относятся. Пустыня, это само название пустыни, это уже опасное место. Отец его послал. Он приходит в Шхем, их там нет. И встречает его некто и говорит, а я видел, братья перешли там в другое место, в Датан, там они пасут, иди туда. И мудрецы объясняют, ведь Йосиф мог же спокойно вернуться к папе. Папа же не видел этого всего. И сказать, папа, я туда пришел, все обыскал, их нет. И нет проблем. И папа как бы утешен, и он не рискует жизнью. И все спокойненько. Все спокойненько, как бы, и совесть чиста. Нет, он идет туда в Датан, рискует жизнью, и так и нарывается, и начинается вся вот эта череда испытаний. То есть стойкость, человек, заповеди, он делает все до конца, все добросовестно. Он не перед кем-то делает, он делает перед Всевышним. Он понимает, да, папа не узнает, да, я забуду на завтра. Но Всевышний все увидит. Всевышний все поймет. Я как бы экзамен не сдал. Так же получается. И давайте теперь немножко мы разберем нашу главу Микец. И в прошлой главе, и в нашей главе речь идет о снах. Речь идет о снах. И мы поговорим вообще, как это актуально. Вот, немножко поговорим о названии Микец. Это еврейское название, а мы знаем, что когда еженедельная глава называется как-то, то именно в этом названии есть большая суть. Потому что, как обычно книгу называют. Вот название прочтешь, по названию даже книгу выбирают, да. Или фильм смотрят часто по названию. Потому что в нем заложено, там много хороших эпизодов, но суть заложена часто в названии. Вот так и Микец. Начинается глава с буквы И, как будто это продолжение прошлых повествований. И было к концу двух лет. И вот это выражение к концу двух лет, Микец, переводится на иврите. И здесь есть интересный смысл, более глубокий. Потому что к концу двух лет, тут теряется немножко настоящая идея, что такое Микец. Кец это край. То есть мы знаем, к концу двух лет, о чем говорит нам устная Тора, что Иосифу дали за попытку изнасилования. Это было ложное обвинение, но он пошел именно по этой статье. И ему дали за попытку изнасилования 10 лет. И вот здесь говорится, что ему добавили 2 года. И вот эти последние 2 года, они были особенными в его жизни. И задается вопрос, чему это нас может научить? Что произошло в эти 2 года и почему их добавили? Мы же знаем, что без Бога ничто не может быть. Так же? И объясняют нам наши мудрецы, здесь есть особенный урок. Он, конечно, не для всех. Это надо понимать эту тонкость. А это именно вот урок для Иосифа был связанный с его особенным предназначением. Знаете, когда у человека есть особенное предназначение, у него есть особенная нагрузка. Это как в спорте. Если человек олимпийский чемпион, допустим, чемпион мира, у него одна нагрузка. Если это человек перворазрядник, он такую нагрузку никогда даже и пробовать не должен. У него не получится, он надорвет здоровье. Поэтому здесь надо очень внимательно, потому что здесь необычно. Когда Иосиф сидит в тюрьме, и он там руководит этими тюремными людьми, там сидят два придворных человека. Один в виночерпе фараона, другой главный пекарь Египта. И им снятся сны. И Иосиф разгадывает им эти сны. Мы еще сегодня вернемся к этому. И получается, что сон виночерпия сбивается, его выпускают. Сон пекаря тоже сбывается, его вешают. Обезглавливают и вешают. И Иосиф говорит виночерпию, что замолви за меня словечко перед фараоном. И вот это вот есть очень важная идея, которую нам надо понять. Объясняют нам наши мудрецы, за что же ему с неба добавили два года. Ну, что еще не было готово. И объясняют, что вот именно вот в этом моменте, когда он просил виночерпия, он полагался на человека, а не на Бога. То есть не просто полагался, а, правильнее сказать, уповать на человека. И здесь тонкая грая. Тора нас учит, не надеется на чудеса. А как жить? Ну, например, у меня нет работы, я ничего не делаю, нет никакой трудовой деятельности, я ожидаю денег. Как чудо, что кто-то придет и мне даст, или я клад найду. Так ожидать это неправильно. Как правильно? Надо что-то пытаться делать, какой-то труд. Надо создавать какой-то сосуд в естественном мире. Но уповать надо не на свой труд, не на свой талант. Вот это тонкая грань. Я делаю все, как будто все зависит от меня, но уповаю полностью на Бога. Так вот здесь произошел маленький сбой. Иосиф уповал на виночерпия, на человека. Он думал, я же тебе сделал добро, и ты должен быть мне благодарен. И иди фараону поговори за меня, объясни, что я тут невиновный. Ну, и надеялся, уповал на это. И Всевышний увидел это. И ему добавили два года. Виночерпий вышел и сразу забыл о... О этом виночерпии... Ну, о Иосифе. Вот нас смотрят, я знаю, в тюрьмах многие ребята. Вот они меня поймут, если они смотрят этот урок. Вот так часто человек с тюрьмы освобождается. И ему говорят, ты выйдешь, передай посылку. Вот там пришли нам то-то, то-то. Он говорит, да, все пришлю. Прям вы тут до конца срока будете счастливо жить. Вышел и на завтра забыл. Ни посылки, ни... Это не все, но так бывает. Вот примерно точно так же. Более того, мы дальше увидим, как... Когда Иосифу снятся сны, уже проходит два года. И тогда только, когда уже надо было. Этот виночерпий вспоминает, что сны же снились и ему когда-то. Есть там в тюрьме человек, который ему их истолковал. А тут сны начинают сниться фараону. Мы сейчас до этого дойдем. И он вспоминает, и как он преподносит про Иосифа, он говорит. Там написано, там с нами был молодой еврей, раб. И комментаторы нам объясняют, что он о нем говорит три очень унизительных таких выражения. Иосиф там на него надеется, что это его друг. Что он ему сейчас будет какую-то помощь оказать. А этот уже мало того, что забыл, а он еще уничиженно к нему относится. Молодой, то есть студент какой-то, что он может вообще, кто такой. Еврей, это было унизительное оскорбление в то время, что евреи. И раб. То есть мы видим разницу, почему с неба приходит такое воспитание. Потому что мы иногда уповаем на человека, а человек совсем иначе о тебе думает. А когда ты уповаешь на Всевышнего, то тебе уже не важно, как думает о тебе человек. Главное, ну как Бог, чтобы Бог был с тобой. Так же? Вот это вот был такой важный урок. И я думаю, что это очень важный урок для каждого человека. Потому что где-то сказано в Танахе, проклят уповающий на человека. Что угодно можно. Надо понять слово упование. Вот с человеком надо дружить, строить отношения, помогать, что угодно. Только не уповать на человека. Как только начинаешь уповать на человека, тебе отключают с небес кислород. Поэтому, когда ты уповаешь на Бога, а с людьми тоже хорошо себя, это другое дело. Тогда Всевышний помогает тебе во взаимоотношениях с людьми. И строить с ними правильные, добрые взаимоотношения. Что мы видим дальше? Это почему так? Потому что сказано, что Бог ревнитель. Бог ревнитель. И как только человек начинает уповать на что-то другое вместо него, ему это не нравится. Он сердится. И когда он сердится, мы сразу это ощущаем. Вот. Теперь дальше. Значит, что мы видим? Что вот на краю вот этого микетчика, на краю вот этого срока, начинают происходить интересные события. Снится сон фараону. Мы сейчас это разберем и немножко о идее сна поговорим. Проснулся фараон. И вот это сон. И встревожился дух его. Но не было никого, кто истолковал бы. Он позвал гадателей, мудрецов всяких. Никто не может истолковать. Надо два слова сказать об этой фразе. Он проснулся и встревожился дух его. Ну, кто читал уже, вы знаете, сон был тревожный. Да? Я думаю, что многие не читали, поэтому я в двух словах расскажу. Там сказано, и вот стоит он у реки. Это ему снится. Вот стоит он у реки. И выходят семь толстых коров. И одновременно с ними выходят семь тощих коров. И тощие коровы съедают этих толстых коров. И фараон просыпается. Ему не нравится. Он не понимает, что происходит. Но встревожился дух его. Дальше он видит другой сон. Выходят семь колосьев толстых. Потом семь тонких колосьев. Дует восточный ветер. Опаливает их. И эти тонкие колосья съедают тощие колосья. И он опять просыпается. И написано, встревожился дух его. Объясняют нам наши мудрецы. Что когда человек спит, он понимает значение сна. Какими-то внутренними органами. Но когда он просыпается, он часто забывает, что ему снилось. Ну, наверное, у вас у каждого такое бывало. Ты только проснулся, и ты пытаешь вспомнить, что же это было. Что же это было. Что было, я помню. Но что оно значило. Какие-то внутренние связи. Есть между всеми этими элементами, что мне снилось. Снилась явная глупость. Как это колосья могут съесть колосья. Ладно, еще коровы съесть коровы. Ну, в мультике можно такое представить. Но как могут колосья съесть колосья. Даже в мультике это представить нельзя. И он проснулся. И он понимает, что он во сне это видел. А понять, что такое сейчас не может. Поэтому он начинает звать людей такого характера. Гадателей, предсказателей, всевозможных вещунов, мудрецов. И они приходили и ему давали разные объяснения. И он говорил, это не то. Это не то. Это не то. Почему ему не нравилось? Потому что это не то, что он видел внутри. Он бы вспомнил. И поэтому, когда пришел Иосиф. И разгадал ему этот сон. Истолковал точнее. То он сразу говорит, это то. Это как раз именно то. Я теперь вспомнил. Именно это я и понимал. Когда я спал. Теперь немножко мы поговорим вот вообще о идее сна. Мы видели, что Яков тоже во сне увидел. Помните, когда он проснулся. Лестница Якова вот эта. Ангелы туда-сюда ходили. Он проснулся и сразу дал какие-то обещания. Помните, он говорит, я здесь сделаю дом Божий. Отдам от всего, что ты дашь мне десятую часть. Он во сне видел какие-то невидимые вещи. Невидимые вещи. Именно во сне. И так и написано, что грешникам Всевышний дает тревогу. А праведники во сне вразумляются. Есть такое высказывание. Грешникам тревогу. Вот фараон проснулся. Его дух почувствовал тревогу. Он потерял спокойствие. Он понял, что что-то намечается. А намечается понятно. Он вышел у реки, стоял. А река это символ Египта. Почему Египет никогда не видел ни тощих колосев, ни тощих коров? Потому что там никогда не было голода. Эта страна, там было орошение из реки Нил. Всегда была вода. Всегда был урожай. Они не зависели от дождя. Вот был ключ их богатства. И он стоит у реки. Он понимает, что что-то выходит из реки. Что-то такое происходит. Он понимает, что что-то он уходит в минуса. А как и из-за чего забыл? Любой бы встревожился. Правильно же? Объясняют мудрецы, почему вот эти сны так важны и как это все работает. И объясняют нам, что во сне человек, если Всевышний хочет, он может принять информацию, которую он не может принять, когда он не спит. И почему? Потому что ему мешает его разум. Потому что как работает наш разум? Там все время идет какой-то анализ. Там есть какие-то знания. Там у нас есть целый мир. Вот ты идешь, и у тебя все время знания какие-то. Ты что-то думаешь, высчитываешь, просчитываешь, обижаешься. Целый процесс идет. То есть там идет какое-то логическое и аналитическое мышление. Какое-то анализирование чего-то. И если Всевышний хочет дать какую-то информацию, человек не может ее принять. Но когда человек спит, он отключает свой разум. Вот это именно аналитическое мышление, логическое. И тогда Всевышний показывает ему сон. Он показывает ему какие-то объекты. Они могут быть абсолютно вымышлены. Их нет в его базе данных. Колосья не могут съесть колосья. Но что да, во сне он показывает ему внутренние скрепляющие вот эти связи. И человек когда просыпается, если он понимает это истолкование, то он понимает, ему не важно колосья съели. Он понимает информацию, которую Всевышний ему передал. Так проснулся Яков. Сразу понял, что ему делать. Так Иосиф, он услышал сны виночерпи. Они сны видели, но у них кроме тревоги ничего не было. И у фараона тревога была. А Иосиф понял внутренние связи. И растолковал им эти сны. Вот есть интересный пример. Мы немножко углубимся, чтобы мы какой-то урок отсюда извлекли. Потому что каждый человек видит сны. И интересно, что в Торе двоякое к этому отношение. С одной стороны сказано, что сны через них Всевышний открывает какие-то тайны. С другой стороны написано, что в множестве снов множество суеты. Что во снах бывает часто всякая чепуха. То, что человек волновался, думал весь день, переживал. И какая-то вот такая вот происходит на нервной идее. И просто какой-то сброс лишней информации. То надо понимать, где задумываться, а где нет. Вот. Мы посмотрим такой пример. Вот первый сон в Торе. Где мы встречаемся с первым сном. Первый уснул Адам. Причем написано, и навел на него Всевышний крепкий сон. Я вам расскажу одну идею. Мы учились вот недавно с Равином Долбером Байтманом. Но очень интересный комментарий вот к этой идее снов. Я вам попробую передать это. Значит. И навел, написано, Всевышний сон на Адама. И что он тогда сделал, когда он навел на него сон? О! Он сделал ему операцию. И вычленил из него будущую его жену Хаву. В греческом варианте написано из ребра. Правильно, из стороны. На иврите сказано. Но неважно. Факт, что он сделал ему операцию, для этого нужен был сон. Что мы понимаем? Он не видел саму операцию. Он не видел, как это происходило, конкретные вещи. Но он видел какие-то внутренние вещи. И когда он проснулся и увидел свою жену, он говорит. О! Ты кость от кости моей, плоть от плоти моей. И будешь называться мне женой, так как взята от мужа. То есть он все видел, все понимал. Он только не видел акта самой вот этой операции. И объясняют мудрецы почему. Потому что если бы он видел, ну мог бы Всевышний не сон на него навести, вот не в маску дать подышать, и он уснул. А просто сделать местный наркоз. И Адам бы лежал, ему не больно было. Вот как сегодня даже Кесарева делают. Делают наркоз и лежи смотри. Так мог бы сделать тоже. Но объясняют, что тогда бы у них не было бы романтических отношений. Что это нарушило их бы романтические отношения, если бы Адам такое увидел. То есть его база данных мешала бы ему потом, ну какой-то романтика. Они могли бы жить, но романтики у них бы уже не было. Поэтому Всевышний навел крепкий сон. Но внутренние связи Адам все очень четко видел в этом сне. Он понимал, кости от кости мы, плоти от плоти мы. Это моя вторая половина. Мы одной сущности. И это будет мне жена. Это моя вторая половина, моя часть. Вот что он сказал. И мы теперь будем жить совместно. Любить друг друга и так далее. Она будет мне помощницей. Детей растить будем и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот было во сне. Так же само мы говорили, Яков уснул. Так же само вот эти сны виночерпия. Давайте немножко поговорим сны виночерпия и сны этого хлебопекаря. Какие они сны рассказывают? Они позвали Иосифа, рассказывают сны. За что они сидели? Интересный момент. За что может сидеть виночерпий фараона? Объясняют нам комментарии. Когда он подавал кубок с вином фараону, тот его поднес. Там оказалась муха. Ну, времена были серьезные. Его посадили в тюрьму. Когда хлебопекарь поднес булочку фарону, тот начал кушать. Или сломал, или чуть не сломал зуб, потому что там обнаружился камешек. В тюрьму. И потом, когда они видят сны, слушайте внимательно, они видят сны. И какие они видят сны? Что сон этого виночерпия такой, он видит три ветви, полные грозди винограда. Он выжимает этот виноград, наливает в чашу и подносит фараону. Это сон виночерпия. Сон пекаря такой, он тоже видит, что три корзины у него на голове. И там явство для господина, он их несет. На подороге налетели птицы и клюют с головы, и его все там выклевывают. И Иосиф растолковывает ему эти сны. И говорит, ты через три дня выйдешь на свободу. И обратно будешь подавать вино фараону. А тебя через три дня повесят, и твое тело будут клевать птицы. Объясняют мудрецы. Там есть внутренние смыслы. Внутренние смыслы. И есть более глубокие, но самые простые я хочу, потому что это долго, у нас не хватит на это времени. Смысл такой, что когда виночерпий подавал чашу, то муха, она прилетела туда, но он от этого не виноват. Муха упала, она могла упасть туда не когда виночерпий что-то с вином делал, а когда он уже налил хорошее вино, пока тот подносил себе, упала муха. А с камешком в хлеб такое быть не могло. То есть это полная безответственность, полная расхлябанность. Полная, как говорится, небеса все видят. Это такой самый поверхностный комментарий. Иосиф видит в этом все внутренние связи, а те видят только внешние картинки. Корзины, виноград, кубок. Вот я вам немножко отвлекусь. Личный пример. Вот мне редко снятся сны. Ну бывает. Но моей жене чаще. И бывает так, что я снится сон, а я вот понимаю о чем. У нас такое было несколько раз в жизни. Причем проверено, оно работает. Но когда я вот стал понимать, уже же сколько лет я изучаю это все. Вот я начал иначе смотреть на свои сны. Бывает что-то приснится, такое страшное, сказать никому нельзя. То есть все вещи перепутанные. Даже грязь может какая-то. Такое, что даже мне страшно об этом подумать. Но думать уже не надо. Я начинаю анализировать, начинаю понимать, начинаю пытаться вот так вот увидеть какие-то связи. И если это сон от Всевышнего, и он мне дан, чтобы действительно в моей жизни как-то мне помочь, или от чего-то уберечь. Или что-то, ну, как-то дополнить или добавить. Я понимаю, что я что-то должен сделать. Оно работает. Это работает и сегодня. Это работает у людей, которые действительно хотят строить с Богом отношения. У них есть время для молитвы. Они что-то изучают. Они хотят что-то изменить в этом мире. Когда человек так живет, то и к снам он относится абсолютно нормально. Если это суета, так суета. У тебя нет никакой картинки. Забудь и все. Если это какой-то сон, то Всевышний дает понимание. Или кому-то дает понимание. Если у тебя какая-то тревога, ты над этим размышляешь. Это все работает. Эти каналы открыты так же самое и сегодня. Но люди сегодня не умеют этим пользоваться. Очень много шарлатана. Вот эти сонники всякие. Меня спросили, можно ли их читать. Там иногда что-то совпадает. Иногда не совпадает. Как и гороскопы точно. Но я не рекомендую никому это читать и этим пользоваться. Люди это любят, потому что у них нет к этому правильного отношения и правильного понимания. Это даже опасно. Потому что неправильно истолкованный сон, он принесет гораздо больше тревоги, чем только после сна. Он может принести тревогу надолго и даже сделать негативные вещи. Поэтому лучше к этому не обращаться. Вот такие вот идеи. И интересный момент. Вот в нашей главе Микец вот эти вот сны фараона. Как Иосиф оказывается правой рукой фараона. Потому что что видит фараон? Он видит какие-то коровы, какие-то колоссия, река. Он понимает, что что-то происходит, не понимает что. Что видит через это Иосиф? Объясняют мудрецы, фараон не мог понять, как это они вместе, рядом, в одном процессе. А Иосиф понимает внутренние связи, как это работает. Что Всевышний показывает ему, что будет 14 лет. Это как один эпизод. Из них 7 будет обильных, будет много хлеба. А 7 потом будет голодных. И Иосиф понимает, что надо сделать. Он понимает, что надо в 7 обильных лет, которые будут, откладывать определенное количество на вот эти голодные годы. И когда они придут, в Египте будет полно и достаточно урожая, чтобы прокормить себя и даже заработать денег в соседних окрестностях. И он рассказывает эту идею фараона. А дальше он ему говорит, ты должен найти человека, который сможет это все вот так, вот так, вот так сделать. И будет тогда у тебя все хорошо. То есть, если глубже посмотреть, он рисует ему вообще новую систему. Процент определенный вводит. Вот 20% на добавочную стоимость. То, что мы сегодня называем НДС. Первый вел это Иосиф. То есть, он ему не просто рисует какую-то идею. Он ему дает государственную экономическую политику новую. Как сохранить весь Египет. Как, чтобы выжили все там окрестные города или что-то были, селения. Как сохранить все это. Потому что там целая интересная система. И что говорит фараон? Фараон, слушай, так зачем я кого-то буду искать? Если тебе Всевышний Бог все это открыл, то я тебя поставлю. И ты как раз будешь этим заниматься. Он снимает перстень, дает его Иосифу. И таким образом Иосиф оказывается главой Египта. И он говорит, ничего в Египте без тебя, теперь без твоего разрешения, без твоего приказа происходить не будет. Вот такой вот скачок. Абсолютно нереальный. Как может заключенный, молодой еврей, раб, который был посажен за изнасилование. Потом еще ему добавили два года срока за какое-то нарушение внутренней дисциплины. А мы уже знаем на самом деле, откуда это все было. И одним толчком он оказывается сразу вот так вот. Потому что все, что делает Всевышний, он ни у кого не спрашивает. И какой мы выносим отсюда урок? Это очень интересный момент. Каждая душа пришла в этот мир не просто так. У каждой души есть какое-то предназначение. Вот мудрецы говорят, что мы тоже, мы тут живем. И мы живем как бы во сне. Почему? Потому что от нас скрыты внутренние вот эти все связи. Мы только понимаем логические цепочки. А внутренние вот эти связи, возможности Всевышнего. Нам надо проснуться ото сна. Проснуться ото сна, видеть вот эту внутреннюю связь, все, что происходит. Вот эти все ситуации. И мы можем реализовывать вот эти возможности, которые нам Всевышний дает. Давайте я вам расскажу одну историю. Она нас подтолкнет, как бы даст нам увидеть, чем нам заниматься в этом мире. Потому что есть предназначение, ну что-то нас всех объединяет. Вот есть одна история, как раз на этой неделе ее читал. Значит, одна бедная еврейская семья жила. У них не очень хорошо шли дела. Вот. И даже иногда хотелось, ну, бросить какие-то заповеди соблюдать. Но они держались. Они уповали всегда на Бога. Доверяли Богу. Вот тоже трудности, когда приходят, и люди моля, господи, ну, если ты есть, помоги. То они уже даже начинают так говорить, да. Вот. Ну, и семья жила, и были очень четки в своей вере. Всегда соблюдали все еврейские законы. Соблюдали шаббат. И вот был у них один трудный день. И даже на стол так особенно нечего было дать. Муж с женой. Были халы, на которые надо было говорить благословение. И уже вот скоро начинается время шаббата. И стук в дверь. Жена, открывая дверь, стоит такой потрепанный человек, похожий на нищего. Говорит, я очень голодный. Пожалуйста, дайте что-то поесть. Она говорит, вы извините, но у нас вообще ничего нету. Мы ничем не можем вам помочь. А он говорит, я там столько-то дней не ел. Ну, пожалуйста. А муж услышал разговор и говорит, отрежь ему халу. Она такая говорит, как хала? Это же для выполнения заповеди. Он говорит, отрежь халу, и тогда не прольется кровь. Сказал ей слова такие, ну, то есть человек не умрет. И она отрезала кусок халы, дала этому человеку, он начал на ходу ее есть. А потом говорит, вы поймите, я не нищий, я не попрошайка. Я просто убежал от пана. Там пан был лютый, нас нагайками бил. Я убежал, я так больше жить не могу. Этот муж ее услышал, говорит, отдай ему и следующую часть халы. Еще вынес там какие-то гроши, кидал ему, говорит, на тебе, ну, может, хоть что-то где-то на первое время. Мало, мы сами люди небогатые. И так вот убежал. Ну, и дальше история рассказывает. Проходит какое-то время, вот, евреи этой маленькой деревеньки собрались ехать в станицу, как там, в райцентр. Сели на подводы разными группами и разными дорогами поехали. А дороги раньше были, леса, там ущелья всякие, бандиты, разбойники, грабежи. И вот на эту подводу, в которую ехал наш этот мужчина, напали бандиты. Они проезжали там темными местами выстрелы. Короче, они всех поубивали. А на него смотрят и говорят, а вот этот вот еврей, его можно продать, наверное. За него можно деньги заработать. Он так одет был в кафтане, в таком интересном. И говорит, давайте его отвезем до нашего атамана и придумаем еще и денег на нем заработать. Всех убили. Привозят это все же, что они везли, там все забрали. Они ехали торговать там в станицу. Какой-то у них был, ну, какой-то там ресурс, да, товар. В общем, привозят его к атаману. Говорят, атаман, смотри, вот мы целую подводу тут богатство привезли. И вот тебе такой вот красавчик, которого можно еще и продать, на деньги поменять. Но община, может, захочет его выкупить. Раньше выкупали еврейские люди, всегда выкупали пленников своих. И тогда что? Атаман подходит, увидел, говорит, это ты, говорит, ты меня не узнаешь. Он снимает свой кафтан, там, шапку. Еврей смотрит на него и узнает в нем того беглого мужчину, который когда-то вот постучался в ихний дом. И тогда атаман говорит, так, все, этого не трогать. Этот человек когда-то спас меня, накормил меня хлебом, дал еще мне денег на дорогу. Ну-ка, быстро все верните ему в повозку. Дали еще ему большую сумму, дали кошелек золотых. И под охраной провели его через этот лес до ущелья и отпустили его с миром. И когда он приходит домой, он говорит, видишь, жена, я же говорил, дай ему хлеба. И тогда не прольется кровь. Моя кровь не пролилась из-за того, что мы когда-то дали этому человеку хлеб. Какое толкование этой идеи? Я думаю, тут сильно и углубляться не надо. Это то, что есть предназначение любого человека. Есть какие-то тонкости в предназначении, в профессии, в деталях, в каких-то там но. Но вот это то, что называется делиться хлебом, помочь человеку, попавшему в беду, помочь людям, которые вокруг тебя, не только материально. Но тут интересно, это хал, это то, что нужно было для заповеди, это ман. Это та Тора, которая у нас с вами есть всегда. Чего бы не было, но Тора у нас есть всегда, потому что мы ее учим. И кто такой нищий? Нищий этот человек, он может быть с виду даже очень богатый. Но душа у него очень нищая. Почему? Потому что у него нет этого хлеба. И когда мы делимся с людьми, вот то, что делал Авраам, то, что делал первый еврей, он распространял знания о Боге, он подключал, спасал души. Он подключал эти души к Всевышнему, ставил людей на пути Господни, учил людей взывать к имени Бога. И продолжать вот эти отношения, учиться, вкушать вот этот вот небесный хлеб. И это и есть предназначение любого нормального верующего человека. И когда человек начинает это делать, он уже является посланник заповеди. И он имеет особенное благоволение к небесам, чего я нам всем и желаю. На этом наш урок закончен. Будьте здоровы!